Приветствую вас! Прошу прощения за ожидания, надеюсь, что вас не сильно напряг тот факт, что сразу ответить вам я не мог. Прочитал я то, что вы мне написали, и на данный момент из того, что есть, я могу оформить два таких элемента, два аспекта, которые мне видятся наиболее важными, наиболее актуальными. Этот аспект чувства вины и, собственно говоря, проблемы, которые вы описали ранее. То есть вот это вот ваш вопрос, который вы изначально задали. Потому что в вопросах с сыном вы ничего не спросили. То есть вы описали с ним ситуацию, да, она не совсем хорошая, она не совсем, конечно, положительная, это понятно. Но, тем не менее, какого-то видимого вопроса по именно теме сыном вы ничего не задали. А говорить что-то самому, мне кажется, в данном случае не достаточно, потому что вопрос ваш изначально был другому. Тем не менее, поскольку есть первый аспект, это чувство вины, то вот насчет чувства вины я бы все-таки сказал. Потому что, полагаю, что оно существенно отправляет вам как бы существование и, наверное, мешает вам, ну, общаться с сыном, скажем так, на равных основах. Хотя, безусловно, вы стараетесь его поддержать, стараетесь сделать для него все, но, тем не менее, то чувство вины, оно может мешать нормальному взаимодействию. Так вот, то, что вы сказали, то, что вы ему причинили, все неудобства, это, безусловно, очень плохо. Это, безусловно, нехорошо, но, вы знаете, ведь вы родили его достаточно рано. И вы, вероятно, еще сами не осознавали, что вообще происходит. То есть, у вас были другие цели, вас волновали другие желания, другие истребления и так далее. И, понимаете, женщине, женщине бывает очень сложно выбраться, вот, собственно, карьера или ребенок. И, если женщина выбирает карьеру, а ребенок остается на втором плане, считает ли это чем-то плохим? Нет, ну, конечно, для ребенка это плохо, естественно, а для женщины, для женщины нет. И, думаю, что, если бы вы не занимались карьерой, а занимались ребенком, при этом желая заниматься карьерой, ну, наверное, вряд ли вы были бы счастливее с ним и вряд ли вы смогли дать ему больше, чем вы ему давали. Почему? Ну, потому что вы не были бы счастливы, а ребенку нужна счастливая мама. И, конечно, вы не были счастливы в личной жизни с вашим первым мужем, но, тем не менее, ребенок видел, что вы идете к своей цели, вы стремитесь к своей цели, вы делаете то, что нужно. И, собственно говоря, он точно так же поступает. Его уходы из дома, его позиция достаточно жесткая, то, как вы его описали, что это добрый и светлый человек, это все ваша заслуга. И ваша заслуга, она заключается в том, что вы показывали ему, как правильно преследовать то, что важно тебе, то, что важно вот человеку. И да, вы сделали это по-своему, да, вы сделали это экстремально, но, по крайней мере, он видел, он видел, что вы не миритесь с тем, что вам не нравится, с тем, что вам не по душе. И поэтому говорить о том, что мы перед ним виноваты, как бы, вот, как мать перед сыном, нельзя. Есть определенные допущения, есть определенные агрессии, да, агрессии есть. Есть ошибки. Это точно. Но, основная проблема заключается в том, что у него есть отчим. Вообще говоря, мальчики, вот, с отчимом, ну, они довольно тяжело сходятся, потому что, папа это первый идеал, да, это вот тот, на кого изначально он равняется, а тут приходит другой мужчина. И понятно, что это всегда травма. Но вы, как мама перед сыном, виноваты перед ним в меньшей степени, чем, наверное, как человек перед человеком. Потому что, вот, как человек перед человеком, вы, ну, там, не понимали его, да, вот, не, может быть, не слышали сразу. И вот это вот, что вы его не слышали, это было существенно. Но, в итоге, в итоге, вы его научили, наверное, вы его научили стремлению, вы его научили упорству, вы его научили целеустремленности. И я думаю, что это прекрасно. Вот, если бы вы были с ним рядом, но будучи при этом несчастный, ну, скорее всего, ребенок бы просто привык к тому, что должен сам подавлять все свои желания и делать так, как диктует обстоятельства и условия. Вряд ли ему бы это помогло, вряд ли его бы сделало это счастливым. А так, да, он прошел жесткую школу, прошел достаточно серьезные там взросления, может быть, даже раннего взросления. Но, тем не менее, тем не менее, все получилось правильно, потому что на вашем примере он, как бы, увидел, ради чего это происходит. То есть вам нужно понять, что вот на тот момент, когда вы его рожали, и когда у него был период вот детства, да, вы давали ему все, что могли тогда. И вы не могли иначе, потому что в этом случае вы бы зажимали уже себя. А это было бы неправильно. Это было бы плохо. И поэтому, чем быстрее вы придете к тому, что ничего тогда, в тот момент сделать было по-другому нельзя, чем быстрее вы придете к тому, что винить себя за то, что вы сделали тогда не стоит. Но может сейчас своему ребенку помочь. Это вам облегчит общение с ним. Почему? Потому что, во-первых, где надо, вы его будете пресекать. Во-вторых, если вы вините на что-то себя, то это, соответственно, вызывает жалость к нему. А жалеть мальчика, это равна силе разрешению его личности. Поэтому, категорически нельзя этого делать. Вот считаете, видите, что он что-то неправильно делает. Обязательно проявите себя, проявите жестко, проявите там критичность и так далее. Жалость к нему и вина, ваша вина, она не даст ему ничего хорошего. Дальше. По общему правилу. Чувство вины – это всегда возложение ответственности за то, что, в общем-то, вам не по силам, но при этом вы не несете ответственности в должной степени за себя. То есть, что это значит? Это значит, что вы родили ребенка тогда, когда у вас была карьера, и вы, естественно, уделяли ему недостаточно внимания, не столько, сколько ему было нужно. Почему? Потому что у вас тогда ориентир был на другом. И вы, в общем-то, всего этого достаточно добились, то есть, ну да, у вас там были проблемы, я понял, но проблемы, они всегда бывают, и от этого нельзя застраховаться, к сожалению. Но, тем не менее, попробуйте выяснить одну вещь, что если бы вы не делали того, что вы делали тогда, то не было бы вас такой, какая вы есть, и значит, не было бы наговора у вашего ребенка. И это значит, что будь все иначе, и ребенок был бы иначе, и не видно, какие тогда у него были бы проблемы. Может быть, гораздо серьезнее, чем у него были сейчас. Потому что вам кажется, и, конечно, есть очень тяжелые, действительно, драматичные моменты, но это все могло быть гораздо хуже. Вот это то, что вам нужно для себя понять. И говоря о прошлом, нужно сказать, что в ситуациях, связанных с прошлым, мы всегда думаем, что могли изменить что-то после того, как встречаем свой новый опыт. То есть, мы были в ситуации, мы прошли ситуацию, мы сделали какой-то выбор в этих ситуациях, а потом проходит время, мы набираемся опыта, смотрим назад и понимаем, что были неправы. Но почему мы понимаем, что были неправы? Потому что мы получили опыт. А тогда-то этого опыта у нас не было. И поэтому винить себя и думать, что можно было поступить иначе, не имеет смысла. Это парадокс выбора. Парадокс выбора. Какой бы выбор мы ни сделали, он все равно будет нам казаться неправильным по истечению времени. И непонимание этого феномена всегда вызывает чувство вины. Всегда. Ну, а за такое чувство вины, это понятно делает сожаление о том, что уже произошло. Сожаление о том, что уже никогда нельзя вернуть назад. Но, тем не менее, пока вы себя вините, оно как бы живо, оно с вами. А на самом деле, оно уже прошло. И смотреть, но не дальше. И поэтому, если у вас сейчас осталось ощущение, что вы как-то в чем-то виноваты, то винить себя смыслными ими лучше, как можно активнее. Старайтесь смотреть на то, что можно вашему сыну дать сейчас. Поддержка, прекрасно. Там забота, хорошо. Но так, чтобы он сам принимал решение. Чтобы он чувствовал, что он может самостоятельно управлять своей жизнью. Ибо уже пора. Уже действительно пора. И вот поэтому, мы так, органично переходим к вопросу, который вы задали изначально. Что вам делать? Как поступать, значит, здесь? Вы знаете, вашему сыну всегда не хватало, и не хватает до сих пор, в силу того, как он подросток, вот такого, знаете, равноправного, ответственного, критического, я бы даже сказал, общения. Поэтому вам нужно сказать, вот, дорогой, вот ты знаешь, вот такая ситуация. И честно, он все ему может сказать. И сказать, ты знаешь, сын, сын, ты уже взрослый. Ситуация серьезная. Я хочу, чтобы ты сказал мне, как ты видишь себя в дальнейшем. Уверен, что вашему сыну хочется, чтобы вы были счастливы. Вашему сыну хочется, чтобы такой ситуации, какая была и с первым мужем, и с вашим настоящим мужем, она никогда бы больше не повторялась. И он, во-первых, почувствует ответственность, когда вы скажете ему это. Он почувствует, что его слово, его мнение имеет вес. Это очень важно, чтобы подросток ощутил, что вот оно. Он всегда хотел, чтобы его услышали. И вот, наконец, сейчас ситуация критическая, когда его действительно слышат. Когда, более того, даже нуждается в том, чтобы он что-то сказал. И, по сути дела, вы дадите ему возможность проявить себя так, как он всегда мечтал. И возведете вы отношения на новый уровень и таким образом. Потому что, если вот он говорит, что он там в своем мире, да, что он до конца открывается. Да, действительно. Но мы-то перед ним сейчас откроетесь. И если вы откроете перед ним, а, простите, перед кем еще вам открыться, если только не мужа, не мужчине и не родителям. Только своему сыну. Потому что сын, как-никак, это мужчина. Да, он подросток, да, он еще не зрелый мужчина, но это уже мужчина. И вы сами увидите, что вот эта вот мужская поддержка, мужская жесткость, мужская логика, в конце концов, она может исходить и от вашего сына тоже. И в большей степени от него, потому что, от него сейчас, потому что ему уже 16 лет. Вот это уже, по сути, молодой человек. И не бойтесь рассказать ему все, как есть. Самая главная ошибка родителей в том, что они не замечают, когда их дети становятся уже достаточно взрослыми. Они говорят, ну, ему еще рано это знать, ему еще, там, не пришло время и так далее, и так далее. И в итоге они не говорят детям то, что нужно, надо было. Для того, чтобы дети понимали, что происходит. Для того, чтобы дети видели причины того, что происходит. А они не видят. И из-за этого возникает непонимание, конфликты уже внутри них, комплексы и так далее. И чтобы этого не произошло, расскажите сыну, что как есть. Скажите, что вы хотите, чтобы он сделал выбор. Скажите, чтобы он решил для себя, что ему лучше, как ему лучше. И сказал вам. Но при этом, чтобы максимально полно понимал картину. И это, вы знаете, во всех отношениях хорошо. Да, для него это будет непривычно, может быть. Потому что тема серьезная, решение тоже серьезное очень. Но таким решением, таким выводом, таким разговором ему нужно привыкать. Потому что это взрослая жизнь. А он уже практически вступил во взрослую жизнь. И если вы, если вы остаетесь без мужчины рядом, то надеяться вам, как мужчину, остается только на своего сына. Больше не на кого пока что. Я имею ввиду в близком отношении. И поэтому, вам нужно максимально довериться своему сыну. Только так, вы можете рассчитывать и на его искренность с вашей стороны. Ой, с его стороны. И на то, что он увидит, что вы в нем нуждаетесь. Что вы, как бы, считаете его разным в себе. Что вы его уважаете. Что вы его цените. Что вы прислушиваетесь к нему. И все это, даже если какие-то обиды у него остались, перечеркнет бы он. И покажет вам, покажет ему, что вы поменяли свое отношение к нему. Не только, а вот, знаете, как бы, с внешней стороны, да. Когда вы, там, стали ему помогать, поддерживать. Ну и с внутренней, когда это нужно вам. А это гораздо, гораздо более ценно, чем все остальное. Что касается того, что он сейчас в своем мире. Ну, это нормально. Он подросток. И он, ну, как бы, осваивает сейчас только личные границы. Он их активно строит. Создает свой внутренний мир. Это не ненормально. Это абсолютно естественная реакция. Абсолютно естественный процесс, который сейчас происходит. И ничего удивительного в этом нет. Поверьте, это происходит у всех. И у некоторых даже гораздо раньше, чем, возможно, у вашего сына. Поэтому, не считайте наличие у него вот этих вот границ, своих собственных границ, чем-то аномальным. Тем более, не считайте это следствием своих каких-то поступков. Наоборот, это абсолютно нормально и хорошо. Потому что личные границы – признак уже, в общем-то, зрелого, взрослого человека. Причем человека, осознающего себя в мире. Осознающего себя в социальном мире. Уже не только как природный индивид, да. То есть, субъект, скажем, поведения простого, да. А именно, как социальный. Это очень хорошо. Поэтому, тут, можно, на вашего сына только порадоваться. Вот. Теперь, что касается последнего момента, который я хочу сказать. Об этом вы не говорили. То есть, не спрашивали. То, что из первого, из второго мужа у вас ничего не получилось. То есть, у вас, в принципе, были схожие проблемы. И первый муж, я так понял, стремился к доминированию над вами. И второй муж тоже стремится к доминированию над вами. Соответственно, это уже система. Это уже все-то общие. И возникает вопрос, а почему же вы тяготеете к мужчинам, которые стремятся над вами доминировать? Не выбираете ли вы мужчин, заведомо слабых в чем-то? И почему вы выбираете таких мужчин? Что вами движет? Может быть, вам нравится такой мужчина сильный, мужчина активный, мужчина лидер, но потом вы понимаете, что это ничего хорошего вам не несет, и как бы разочаровываетесь в нем. То есть, вы принимаете сильные качества вашего партнера, но когда эти же качества оборачиваются против вас, вы это принимать отказываетесь. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вы выбираете мужчин по каким-то критериям, по каким-то требованиям, и вот эти требования в силу того, что они несут вам ничего хорошего, а только лишь негатив, причем не только вам негатив, да, но и вашему ребенку тоже. Вот эти требования, мне кажется, нужно пересмотреть, и для начала вам это нужно сделать самостоятельно, на досуге, когда будет время. Потому что, еще раз повторю, два брака, два мужчины, два человека со схожим характером, это уже достаточно серьезный симптом определенного нарушения в, ну, во-первых, выборе мужчины, и, наверное, что-то в традиционировании себя как женщины тоже. На этом все. А пока, надеюсь, помог вам. Еще раз прошу прощения, готово прислать ждать. Надеюсь, вы, ну, извлечете для себя кое-что полезное из моего видео. Я старался, 这是 для самого лучшегоому видео. Я старался,